Около 60% всех жалоб, которые поступают от жителей в администрацию города, касаются порядка начисления платы за так называемые общедомовые нужды. Сейчас они именуются коммунальными услугами в целях содержания общего имущества дома и входят в разряд жилищных услуг. Однако потребителям легче не стало. Иногда за общие воду и свет люди платят больше, чем за свои, по личному счётчику. Между тем, есть чёткий порядок расчёта. Норматив умножается на площадь мест общего пользования. Надо учитывать, что для разных коммунальных услуг площади могут различаться. Например, под вадой дома проходит коммуникация давления и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. И имеются осветительные приборы. А на чердаке дома только осветительные приборы. Так вот, для начисления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению берутся только площади подвала. А для начисления по электроэнергии берутся площади подвала и чердака. Полученный объём нужно распределить среди собственников пропорционально площади квартир и умножить на тариф. Это и будут пресловутые общедомовые нужды. Но армавирские управляющие компании поступали иначе. Они просто раскидывали на жильцов разницу между показаниями общего счётчика и совокупной суммой личных. Получалось, что оплата протечек и воровства ложилась на плечи жильцов. А по закону это должна компенсировать управляющая компания. Для урегулирования разногласий был принят ряд документов. В стадии 156 ЖК РФ введена новая часть 9.3, согласно которой при отсутствии общедомового прибора учёта размер расходов на оплату коммунальных ресурсов на содержание общего имущества определяется исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов на содержание общего имущества по тарифам. В общем-то, это очевидный и единственно возможный вариант. Администрация города решила взять ситуацию под контроль и порекомендовала управляющим компаниям рассчитывать плату за общедомовые нужды по правилам. Однако существует два варианта – начислять просто по нормативам или с учётом показаний общего счётчика, что выгоднее в домах без нерадивых жильцов и протечек. То есть такой вариант возможен только после того, как будет установлен порядок правительством РФ. На сегодняшний день есть только проект этого постановления, но он уже более года является проектом. Пока не установлено. При этом корректировка перерасчёт проводится исключительно в сторону уменьшения плата для потребителей. Это возможно только при наличии протокола общего собрания. Получается, что до принятия постановления общедомовые нужды придётся оплачивать по нормативам. По словам сотрудников администрации города, они невелики и устроят большинство горожан. Если управляющая компания откажется применять такой порядок расчёта, каждый собственник должен направить в её адрес претензию.